Степан Каширин. Нефтяной магнат. Так получилось, что однажды нашей семье пришлось переехать на другую квартиру. В чужой незнакомый район, который расположен очень далеко от моих родных мест, где прошло детство. Тут теперь всё было новое. Дом только построили, травы и деревьев ещё пока не было, кругом простиралась грязь. Да и телефон стационарный тоже отсутствовал. Его ещё не подключили. Звонить мы выходили на улицу, в таксофон, отстаивая приличную очередь. Причём этот таксофон находился не на стене нашего дома, а на трансформаторной будке, до которой нужно было пройти метров 200. Летом и осенью это была не проблема. А вот зимой стоять на морозе, в очереди и ждать, когда освободится трубка, это было особенно неприятно. И холодно. Да и, как вы понимаете, полноценно не пообщаешься в таких условиях. Все жильцы нашего дома бежали звонить именно в это место, отчего в сугробе быстро протопталась тропинка. Стоя в очереди, редко кто улыбался. В основном все злились. Через год, конечно, телефон во всех квартирах подключили. Но до этого нам пришлось не сладко. Особенно учитывая тот факт, что звонить мне и моему папе очень часто требовалось по работе. В наш дом въезжали новые жильцы. И мы постоянно друг с другом знакомились. В соседнюю квартиру въехала молодая семья. Мы стали общаться. А чуть позже пригласили этих наших соседей к себе в гости. Супружеская пара по возрасту на пять лет старше меня села за наш праздничный стол. Женщина общалась нормально, а ее муж очень высокомерно. Узнав про то, что я не женат, наша новая соседка решила объяснить мне, как жить правильно. По-современному. По ее мнению, выбирать себе вторую половинку надо только по расчету. И сразу привела в пример лично себя. «Меня любил один хороший и искренний молодой человек», – пояснила соседка. «Он мне тоже нравился, но я понимала, что он никогда не сумеет зарабатывать хорошие деньги». А когда я познакомилась со своим будущим мужем, то поняла, что именно он – то, что надо. Он очень уверенный в себе, смелый, ничего не боится. Я за ним, как за каменной стеной. Поэтому по любви можно жить только в подростковом возрасте. А когда ты уже взрослый человек, то нужно быть практичным и думать головой. Пока соседка объясняла мне, насколько она прозорливый, умный и правильный человек, ее муж активно налегал на все блюда нашего стола, которые приготовила моя мама. А когда он полностью насытился, то понял, что теперь пришла и его очередь учить меня жизни. Он налился высокомерием, надменно поднял глаза и начал. В твоем возрасте надо уже думать о деньгах, а не о картинах. Вот видишь еду на столе, а ты никогда не задумывался о том, что, чтобы ее кушать, надо на это вначале заработать. Еду надо на что-то купить. Кроме еды, человеку еще нужна и одежда. Ты что думаешь, одежду дают бесплатно? Чтобы у тебя были шмотки, на них надо заработать. Чтобы купить одежду, для этого нужны деньги. Или ты считаешь, что кто-то тебе одежду просто так даст. Чтобы купить квартиру и чтобы за нее платить, на это тоже нужны деньги. Вообще, как ты собираешься дальше жить? Ты что, так и будешь рисовать? В твоем возрасте надо уже думать о работе. Мне неприятно было слышать эти хамские тексты наглого соседа. Тем более, когда у меня за плечами уже был стаж 7-летней упорной работы и нескольких лет подработок до этого. Работы на вредном предприятии с обогревательными панелями. В трудное время, всеобщего дефицита 90-х, когда приходилось браться за все, что угодно, независимо от того, кто ты по специальности. В те времена даже летчикам приходилось работать таксистами или грузчиками. И я тоже брался за любую работу в те сложные годы. Расписывал стены в ресторанах, шкатулки и подарочные наборы. Работал с гжелью на заводе, мосизолятор. И однажды даже пришлось немного поработать дворником. Было время, когда я унизительно вкалывал не за деньги, а за еду. Писал картины, за которые мне платили банками тушенки с рисом. Это позволило нашей семье выжить в те проклятые годы, о которых теперь даже и вспоминать страшно. Помню, как я писал маслом копии собора Василия Блаженного. Это были мои первые заработки в студенческие годы. Стипендия в училище была 40 рублей, а я зарабатывал на архитектуре еще десятку. Вообще, работать я начал рано, но никому об этом не рассказывал. Со студенческих лет меня кормила моя профессия. И только в самые сложные времена мне приходилось иногда работать не по специальности. Но никто никогда не посмел упрекнуть меня в том, что я бездельник. И вот передо мной сидит наглый гость и унижает меня, пытаясь доказать, что художник это не профессия. Что люди искусства трудни, которые за свою жизнь не заработали ни единой копейки. Причем непонятно на каком основании этот знаток в кавычках сделал такой вывод. «А кем вы работаете?» Спросил я наглого, считающего себя невероятно умным гостем. «Я нефтью занимаюсь. Нефтянник». Высокомерно и с гордостью ответил сосед. «В месяц я получаю 7 тысяч долларов». Произнося эти слова, было видно, насколько мужчина гордится собой и своими деньгами. Словно он единственный только что стал обладателем Нобелевской премии. В его взгляде читалось, что он считает себя уникальным человеком, каких бывает один на миллиард. При этом он из кожи лез вон, чтобы показать, что все остальные просто нелюди. В те годы зарплата в 7 тысяч долларов в месяц была цифрой действительно невероятной. Так как новую трехкомнатную квартиру можно было купить в среднем за 30 тысяч долларов. Я, конечно, зарабатывал неплохо, но такая сумма мне не снилась. И по сравнению со мной, этот сосед действительно смотрелся нефтяным магнатом. Только я вот всегда испытывал отвращение к хамам. И поэтому особого желания дружить с этим мужчиной у меня не было. Тем более поведение нашего гостя было, мягко говоря, вызывающим. В дальнейшем с этими соседями я старался общаться как можно реже. То есть исключительно в рамках банального приветствия. Бестесной дружбы. Однажды мы с мамой решили пройтись по новой улице, которая тянется по краю района. Несмотря на то, что это место находится далековато от нашего дома, оно идеально подходит для длительных пеших прогулок. С одной стороны этой улицы стоят высотные дома, а с другой колосится широкое поле, в конце которого на горизонте виднеется густой лес. Между домами тут есть небольшая площадка, на которой стоят мусорные контейнеры. Во времена моего детства такие места называли одним простым словом – помойка. И вот шли мы с мамой по этой улице и разговаривали. Прохладный ветер гнал по небу облака. Где-то вдалеке изредка проезжали машины, и время от времени слышались крики детей, катающихся на самокатах. Метрах в ста от нас появилась фигура дворника. Мужчина зашел на площадку, где стояли контейнеры с мусором, надел перчатки и стал поднимать все, что было рассыпано жителями домов, которые выбрасывали свой мусор не в контейнер, а просто небрежно кидая его на землю. Разбрасывая, куда попало. «Бедный дворник», – подумал я, «неужели этим жильцам лень положить свой грязный пакет в мусорный бак? Бросают, куда попало. А потом человеку приходится каждый такой грязный предмет поднимать». Чем ближе мы приближались, тем более странное ощущение у меня появлялось. Что-то очень знакомое было в жестикуляции и мимике этого дворника. Когда же мы подошли совсем близко, и уже проходили мимо этой площадки с мусорными баками, то от увиденного я слегка растерялся. Дворник нас не заметил. Он был весь поглощен своей работой и ничего, кроме ее, не видел. Мы же с мамой сразу узнали этого человека. Это был наш сосед. Тот самый «нефтяной магнат», в кавычках, который мне сказал, что зарабатывает 7 тысяч долларов в месяц. Вначале у меня был порыв с ним поздороваться, но я решил этого не делать. Тем более он нас не заметил. Когда я пришел домой, то стал размышлять. Почему в современном обществе считают, что только нефтянник является представителем престижной и самой лучшей профессии? А художник – это не работа вообще. Этот дворник настолько стыдится своего дела, что решил себя преподнести совершенно иным человеком. И главное, непонятно, зачем унижать того, кто служит той области, о которой ты даже представления не имеешь, но при этом не скрывает, что любит свою профессию. Я думаю, что кроме нефтяных магнатов в мире должны быть еще и другие специальности, которыми стоит гордиться.